Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Вы на моем личном канале. Это выпуск «Мнение дилетанта» и выпуск этот в связи с задержанием Юрия Хованского. Прямо скажу, он мой знакомый. Вы на моем игровом канале можете найти несколько партий, которые мы с ним даже записывали в пятую циву. И вообще, то есть мы периодически с ним общались. Поэтому я, собственно, хочу отреагировать на то, по какому поводу задержание, как это выглядело, потому что, опять же, ну все это настолько странно в очередной раз. Вот ощущение, что в России началась очередная хода за ведьмами, потому что и открытую Россию закрыли, и Пивоварова, и ее главу вроде как задержали, там отпустили, что-то делают, и «Медузу» признали иностранным агентом, и так далее, и так далее, и так далее. То есть в некотором смысле задержание Хованского – это из той же оперы. Просто, ну давайте будем откровенны, он мелок по сравнению со всем этим, и тем более, что, ну он, я не думаю, что он прям властитель дум, чтобы его задерживать, чтобы заткнуть какую-то оппозиционную мысль, тем более, что он даже никакой не оппозиционер, он помощник депутата от ЛДПР, типа «системная оппозиция», в кавычках, который, конечно, никакая не оппозиция на самом деле вообще. Но, тем не менее, значит, кто не в курсе ситуации, Хованский лет 10 назад спел песенку про Норд-Ост, в котором говорил, что как классно, что убивали детей. Ну, если это типа черный юмор, понимаете? То есть я так, знаете, вам говорю, как будто он реально пел и реально считает, что классно, что убивали детей. И, ну там, призывал этих террористов, которые «придите еще к нам». В общем, это черный юмор, очень плохой, очень не смешной, я пасу, я, ну, то есть, вообще не пойми, что… Ну, блин, я даже не пойми, зачем это надо обсуждать вообще, эту песню в принципе. Это было когда-то давным-давно, кто-то это был на каком-то стриме, это все позаписывалось, осталось, и где-то это до сих пор выкладывается в интернете, и виноват в этом Хованский. Виноват Хованский в своем плохом чувстве юмора, понимаете? Вот в этом он виноват. Понятно, что это просто притянуто за уши, понятно, что его задержание – это скорее такое… Ну, что ли, показать остальным блогерам, у которых есть какое-то влияние, что, в принципе, с вами может быть то же самое. Поэтому и взяли, как мне кажется, на данный момент не самого влиятельного видеоблогера-ютьюбера в Рунете. Очевидно, что у Хованского большие проблемы сейчас вообще с психологическим самочувствием, не потому что вы сейчас арестовали, а до этого уже. И на это указывают фотографии из его квартиры. Вот это меня, кстати, именно вот это меня заставило в первую очередь это видео записать, потому что у меня большой вопрос. Почему, когда к тебе приходят арестовывать какие-то силовые ведомства, потом фотографии твоей квартиры появляются в интернете для всех? То есть с этим никто не будет… То есть я вот посмотрел по всем сайтам… Ну, не по всем, что я говорю, по всем, конечно. Пошел по всем сайтам, посмотрел Рунета. Ну, по многим сайтам, где это выложили, где вот эти вот фотографии появились, и там в тысячах комментариев тонут вот этот вопрос, а это типа вообще нормально выкладывать в открытый доступ квартиру человека? Так, это типа… Почему это… Ну, это нормально? Здесь бы вот в США, ну, это просто было бы заслужено полиции и выплачивало бы миллионы, миллионы просто, даже не тысячи, а миллионы за подобную самодеятельность. Ну, понятно, что в России законы не работают, законы только… Они вспоминают, когда надо что-то показательно сделать, типа вот тут призыв к терроризму у Хованского в песне десятилетней давности был, поэтому давайте его сейчас посадим. Это показательно, что если вы будете выделываться, то вас посадят, вашу квартиру сфоткают, выложат, выкладут, выложат, выложат в интернет, все покажут, как бы вы ни скрывали. Это еще под видом законности будет, типа, сделано. Тут же никого не накажут за то, что это сделали, за то, что это выложили, понимаете? Вся ваша жизнь будет показана под таким углом, чтобы, ну, максимально вас опорочить. Хотя, господи, Хованский, вот кто-кто, Хованский этот алкоголик-балагур, понимаете? Ну, вот серьезно, вот это самый плохой человек в России. Хотя, будем… Буду честен, вот все, которые комментарии сейчас на него, про него пишут в интернете, не то чтобы он заслужил, а он один из тех людей, который сделал интернет вот таким, таким вот токсичным, таким, типа, я что хочу, то и пишу, вообще не задумываясь о последствии. То есть, вот это поколение видеоблогеров нулевых десятых, первое, да, поколение, которое считало, что в интернете я имею право делать все, что угодно, потому что это интернет. Я до сих пор, я вот с самого начала не понимал, то есть, ты, типа, в реальной жизни вежливый, хороший мальчик, а в интернете всех обкладываешь гениталиями и ведешь себя совершенно по-другому. Просто мне это просто вообще непонятно, вот эта какая-то двуличность возможная. Мне кажется, ты в жизни какой-то такой и в интернете ты так себя ведешь, как мне кажется. Но я, наверное, опять же, наивный, белорусский юноша. Вот. И, в принципе, вот это поколение воспитывало, что не надо, там, банить мудаков в комментариях, понимаете, писать все, что угодно, всех обкладывать, то есть, максимально не разбираясь в вопросе, можно по-дилетантски делать. И они вот это сейчас огребают, потому что воспитанная же ими воспитанная же ими аудитория им же и напихивает в Панамку обратно. Понимаете? Ну, и я думаю, что одна из причин, например, Юриной депрессии во многом запоев и так далее, что он просто не может совладать с этой аудиторией. В принципе, я тоже не могу, я поэтому и баню всех, я просто не могу воспитывать и заниматься. То есть, ну, это, вы даже не представляете, какой это удар по психике, по-хорошему, и читать все ваши комментарии. Это просто, ну, это очень, извините, петуха дал, это очень сложно. Это очень тяжело. Это прям, ну, не знаю, памятник можно ставить. Может, и я скоро сопьюсь на этом фоне с вашими комментариями. Это, слава богу, еще игровой канал. Вот, ну, в целом, все равно, вот эта вся аудитория, это воспитано вот тем в Мэдисоном, Хованским, кто там, кто там еще, Ларин какой-нибудь. Я даже вот всех их, потому что я их не смотрел по-хорошему, понимаете? Я не могу, я не в состоянии вот подобный трэш, который они делали и делают, воспринимать вот нормально. Потому что они нормальные мысли всегда, то есть, давайте еще, я побуду адвокатом Юрия Хованского. Я считаю, что он умный человек с, ну, с образованием и с интересными идеями, мнением и прочим-прочим, которое все это просто, ну, погребено, в итоге оказалось под стремлением хайпануть, получить аудиторию и так далее. Так вот, я просто не мог смотреть не потому, что мне не интересно там, о чем рассказывать, потому что это, ну, вот форма подачи невозможная. И потом это просто обсуждать невозможно в тех же комментариях, да? То есть, я к тому, что вот эта аудитория, которая сейчас поливает Хованского из всех бронзбойтов, она воспитана в том числе и им, то есть, он огребает плоды своего труда предыдущего. тем не менее, это вообще никак не оправдывает то, что с ним делают. Я, ну, вы поймите, с ним еще как-то лайтово обходятся, просто есть очень много людей, с которыми в России, в Беларуси сейчас намного страшнее обходятся. Просто этот на слуху, с ним это делают не для того, чтобы он больше таких песен не записывал. Еще раз повторю, для того, чтобы показать другим властелином мнений в интернетах, что с ними такое же произойдет, если они начнут. Вот мне тоже в комментариях пишут, зачем, зачем ты лезешь в политику в игровом канале? Вот для того, чтобы вы вот эти вот всякие скоморохи ютубовские не лезли в политику, вот для вас показывают, что с вами будет на примере Юрия Хованского. Что сначала посадят, на два месяца, как сейчас? Что ему там грозит? Миллион штрафа или семь лет тюрьмы? Мне как было непонятно, за что два года пусера отдали, так мне непонятно, за что тут Хованскому могут дать вообще хоть что-то, кроме штрафа, или даже не знаю, за что его сажать. Серьезно, это что он может сделать на свободе? Почему его посадили? Почему его ограничили в свободе? Что он они боялись, что они его оставят? Ну как начнет песни подобные записывать еще? Прям безостановочно не заткнуть фонтан будет, да? Хотя очевидно, что Хованскому пригрози пальцем он больше ничего не будет делать никогда. Ну блин, ну это очевидно, я не знаю, кому это не очевидно просто. Человек в жесточайшей депрессии, в запое находится уже несколько месяцев, но его надо, ну может кстати хорошая идея, что может быть это как раз какие-то доброжелатели его посадить, чтобы он как раз из запоя вышел сидя в тюрьме, типа такого, ну это конечно смешная теория, но дай бог, например, если хоть в этом будет плюс, то почему нет, с другой стороны. Возвращаясь к его квартире опять, типа какой там срач, я сравню с США, ну во-первых, это довольно славянская черта, кстати, славянская черта держать свою квартиру в чистоте в некотором смысле. Я хочу сказать, что в США вот местные жители здесь родившиеся и живущие, вот у них именно такой срач в их комнатах, квартирах, потому что это их квартира. Тут не принято в гости приглашать, например, и для этого держать квартиру чистой. Здесь считается так, я, мой дом, моя крепость, как говорится, и что я там делаю, вообще никого не должно волновать в принципе. Я уже рассказывал о том, что здесь не принято даже шторы завешивать, то есть вы можете все что угодно там увидеть, на самом деле, и это ваши проблемы, потому что они у себя дома могут делать все что угодно. А то, что вы ходите к ним в окна заглядываете, это, ну, я хожу в окна заглядываю, потому что это невозможно избавиться, это какая-то советская привычка, я не знаю, просто невозможно идти. У людей, ну, ночью идешь, у них светится окно, все видно, как на витрине, я не могу, у меня шея ломается, голова сама собой поворачивается, но я вам хочу сказать, что американцы ходят, им вообще насрать, они идут мимо твоего окна, даже не заглянут. Так вот, подобный срач у них в порядке вещей, и по-хорошему, почему нас должно волновать, что у человека дома, почему, почему столько людей возмущается тем, что у Хованского свинарник, так, господи, он что, изображал из себя какого-то джентльмена такого, знаете, и у вас образ вдруг разбился, по-моему, я так и себе представлял, что у него именно так дома, все, я просто, ну, это, знаете, какое ощущение, что выставили человека на посмешище, и все вокруг ходят, пальцами на него показывают, оплевывают его еще при этом, ну, то есть, вот что он реально такого сделал? Ну, еще можно дюбу давайте вспомним, чувак записал на видео, как мастурбировал, и послал кому-то интимно, и так кто-то выложил в интернете, и вся Россия давай-то, вам еще делать нечего, ну, слушайте, это что, как это вообще на вашу жизнь влияет? Таких людей, что ли, нет? Он какой-то особенный, что он так засирает свою квартиру, больше других свинот нет, вокруг, как-то по-особен, там же видно, что заставлено бутылками, там, хотя бы насрано посреди комнаты было, так нет, нету этого, почему-то, то есть, вас это возмущает, что там свинарник, а не то, что кто-то снял чужую квартиру, частную собственность внутри, пока нету хозяина, и выложил это в интернет, то есть, вот это почему-то никого не возмущает, типа норм, так и надо, это типичная какая-то опричнина вкупе с феодальным строем, то есть, ну, понятно, что это, знаете, решат, что я говорю о том, что это Путин дал задачу, я думаю, что это какие-то местные питерские вообще, разборки питерские, кто-то в Питере просто решил вот таким образом показать, то есть, это даже не для, если я говорю, что показать видеоблогерам, что это будет, это не даже, там, не для каких-то суперпопулярных, а для каких-то местных питерских, скорее всего, понимаете, сделано, это какая-то уже местная инициатива, потому что это феодальные струи, они вот таким образом сейчас работают, каждый на своих местах, а потом будут выше и выше передавать, как феоды, понимаете, то есть, ну, это все, вот, все это выглядит как полное, вот, знаете, такое оформление неофеодализма в России, закручивание оставшихся свободных гаек, какие были, убирание хоть каких-то инакомыслящих людей, и запугивание оставшихся людей, которые могут как-то влиять на массы, вот и все, ну, это Хованский одна из, один кирпичик, даже не самый главный на самом деле, просто, мне просто, как он мой знакомый, мне реально это неприятно все видеть, и, то есть, он такого не заслуживает, не то, что он прям хороший человек, прямо скажем, не будем его героизировать, но и он просто обычный человек, как все, как все, он просто обычный, то есть, ну, за что вот такое вот с человеком делают, просто, просто, непонятно, уничтожение, вместо того, чтобы хоть как-то помочь ему, интересно, что там, друзья его по этому поводу думают, и есть ли у него вообще, друзья. Ладно, мне хотелось выговориться, в общем-то, я записал ваше мнение в комментариях, пожалуйста, давайте, постарайтесь воздержаться от срача, оскорблений и прочего, прочего, у меня Банхаммер поднят, как всегда, давайте, вежливо, конструктивно, пообщаемся, пожалуйста, а то у меня, знаете, я тоже психика еще в запой тоже уйду, давайте, всем пока.